всем привет 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 добро пожаловать на мой канал еле дошла у меня сегодня день начался очень-очень давно я уже столько дел переделать с время всего лишь один часов но я уже столько дел переделал что я уже даже устала вчера вечером мне привезли внуков и они у меня тут ночевали потому что ну там таня с уром поехали на встречу с друзьями встретиться вечером вот ну чтобы детей от них не оставлять дома поздно они мне их привезли и утром я сегодня встала разбудила керема собрала его в школу приехал танец забрала керема я пока они на их в школу возила я этих подняла демира и настю их собрала приехала таня забрала этих их детей пошла с жосиком гулять что-то сегодня так жарко я вообще не могу понять и я пришла с прогулки жосиком такая запыхавшаяся жарко вчера были на море заезжали за мной приятели поехали с ними на море вечером и любитель вечером и мне нравится так чудесно посидели такая хорошая погода такое чудесное море прям нет вот это знаете сейчас я кстати вставлю кусочек видео посмотрите пожалуйста сегодня ветер сильный на море волна большая люди не так много для чувствовать приближение осенью смотрите какая яхта стоит мы находимся в районе лимана вот и представляете уже чувствуется что осень такая уже какая-то какой-то мастерок какие-то облака начали появляться то есть приближение осени уже чувствуется а сегодня пока сгуляла с собакой пришла вот так как как он очень душно влажная и думаю надо в магазин сходить у меня закончились яйца пошла в магазин у нас тут неподалеку ну я хожу в бим зашла в бим кстати купила грудку куриную буду жосику надо сварить какой-нибудь супчик давно у меня супчика не ел вот и а рядом там с бимом магазин и в нем они знаете как начинали так интересно они во первых они построили дом я вот мимо него ходила в можете в мои там какие-то древние видео посмотреть я все это удивлялась в дом быстро строят строю строить дом 4 этажа 3 этажа занятаясь квартирами на одном этаже одна квартира этот дом построила семья то есть большая большая семья для каждому на этаже по квартире а нижний этаж занимают магазин причем он у них такой был сильно пустой ну там витрины такой пустой пустой они торговали только яйцами исключительно яйцами мы еще смеялись что-то яичная семья бизнес построили на яйцах потом смотрю они так открытая была площадка застекли ли пристроили такой типа ангар значит его обделали теперь значит поставили холодильники там все такое и у них теперь и минеральная вода и простая вода и сладкая газировка и там всякое разное очень много бытовой химии какие-то появились баночки скляночки с там огурцы и пор вот это вот горошки вот вот это вот все ну и также они не прекращают яичное дело и яйца мы покупаем у них я летом не стала у них покупать не покупала потому что думаю ну чё такая жара там они все-таки холодильников сначала было час холодильниками все прохладно там помещение где яйца вот мы сейчас принесешь а там цыплята вот но тут мы недавно с приятельницей ходили по магазинам и она у них купила язву я что-то пока опасаюсь я грунта купила мне потом расскажешь она ведь хорошо вот купила яйца а и потом она мне звонит я говорю ну чё на год и вообще исключительный желток вот ну настоящий яйцо яйцо не сравнится с магазинами ни разу вот посмотрите размер excel это самые большие и стоит 33 десятка стоит то 110 лир вот они прям огромные яйца 110 лир 300 рублей прокладка это значит 100 рублей десяток до дорого вот но она горит они прям вот и желток и все говорит и прямо и белок не жидкий вот так вот так это а прям очень хороший ну вот не знаю сейчас буду что это у меня яйца закончились дети все идут яичницу вот в этих формочках теперь делают вот я пошла купила но я купила две прокладки таких то есть 60 штук сейчас вот надо их холодильник определить вот и оттуда пришла вообще еле ноги принеслась очень жарко вот села сейчас сижу отдыхаю с вами разговариваю какие у меня планы на сегодня сегодня ко мне должны приехать руслан с они у нас запланирована поездка в один магазин вот но прежде чем мы туда поедем я хочу их угостить пельменями с грибами мне кстати аня вчера ним же приезжал сын в гости и они мне вчера в маленькие подарочки мне сделала она мне зефир обожаю кстати недавно мы встречались с одной подписчица из новосибирска вам привет огромный и она нас тоже привет это побаловала конфетками птичье молоко а обожаем спасибо вам большое за такие встречи вот анечка мне зефир принесла и пачку семечек семечек пачку черненьких у нас тут полного в этих таких серых не такой вкус вот 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 вы смеетесь вот семечки а правда вкус отличается здесь вкусные ничего не хочу сказать и в россии вкусный но другие понимаете хочется других вот и что и самое главное что она мне угостила грибами у нее приятельница где-то там живет собирает грибы ей привозят у нее много сушеные грибы вот и я говорю буду вас угощать пельменями с грибами они это давай мы придем и тоже будем лепить его ну давайте будем лепить поэтому сейчас я что хочу сделать сейчас я подготовлю тесто на пельмени сделаю фарш я разморозила мясо пельменей полно пол полы кстати дети мясные вот просто с мясом они хуже слопали там чуть-чуть осталось вот а я грибы эти свежие которые вчера привезла замочила так что мы сейчас еще и сделаем из грибами и без грибов хочу попробовать вот эту вот пельменницу для лепки ну меня терзают смутные сомнения боюсь что ничего не получится ну ладно попробовать можно вот ну и потом поедем с ними съездим в магазин прийти самый магазин ну давайте попробуем съездить так ладно я начинаю приступаю к работе чё сидеть надо еще чуть попить поесть позавтракать вот может быть даже вот яйцо съем с удовольствием наверное вот ну и весь день вы проведете со мной если вы конечно не возражаете если у вас есть какие-то дела то не отвлекайтесь займитесь вашими делами меня можно не смотреть можно посмотреть потом не обязательно прям вот сейчас вот вот ну все я пошла работать это заболталась с вами так и мы приехали в магазин баухаус ой конечно посмотреть на всякие цветочки они тут тоже есть комнатные у меня вот это так и так и не вы не выжил я поняла не знаю попробую еще один раз купить этого а ну у меня почему-то плохо растет вот у меня погиб другая маранта она у меня там даже хорошо выжила вот шифлерки какие условия нужны для каждого растения вы например держали денежное дерево вот толстянку на окне на южной стороне и она у нас постоянно умирала а потом я прочитала что нужно держать вдали от солнечных лучей толстянку мы поставили северные стороны и она растет прекрасно поэтому ну возможно их как-то надо менять им условия содержания возможно не всем на банку что там шуфлеры что тут да я покупала мы мы даже мы даже по полакомились а вот это пассифлора да вот у него бутоны это же это маракуйя а вот это вот что такое и вот этого я люблю у меня есть пахло да 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 все время у меня есть несколько видов они тут поэтому мне такое не надо у них сортов и несколько есть чаще люблю папоротники мне они так нравятся да вот такие вот их же много всяких разновидностей а мне а мне нравится вот это наверно уличная боже больше всего да сандавилла сандавилла чего тут только нет а тут смотри вот тоже есть эти земли земля до вот есть кротон аня кротон здесь есть вот смотри есть да а ты не хочешь я не буду брать потому что без нас он не выжит даже мы засадили все цветами которые смогут выживать в нашем сельске тоже какой то интересный вот гамаки тут есть ага да 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 тут вентиляции нет пять тысяч лир вот тут вот эти вам кресла понравились но они какие то вот ой ну нет это они уже 100 долларов кресла нет это перебор ну тут какие то все больше в это не такие а ну ну может быть да стрекозы нету глянь какая милота а мы купили какой то дешевый дешевый коврик в виде но они что то прям это не дешевые посмотрите цену то Ну, тут вообще какой-то прям... Ну, вот этот 155 лир, вот, соло. Ну, тот, что мы купили, скажи, он тоже что-то 2 копейки стоил, да, и лежит уже столько, и вообще их уже миллион растерял. Вот эти нет. У них для моления специальные. Для моления специальные люди, для моления специальные. А вот какой лохматенький. Ага. Лена, мы тоже когда-то с Русланом... Позарились? Да, я говорю, Руслан, это такая прелесть. Помнишь у нас? Еще и в коридор его положили, дорожку такую. Из него вообще невозможно, Леной, высосать вот так. Это все вот, ну, это же застревает между этим. Ну, тем более в коридоре нет. Ну, вот шкурки неубитых, тушканчика. На заказ этот, какую-нибудь кофточку. Шопку вернее. А вот тоже детский коврик. Ага. Ой, а вот этот какой-нибудь... Сколько тут всяких интересных штучек. Ага. 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 Дошли до люстр. Смотрите, каких только нет. Такие красивые все. Я помню, Поршир искала себе. Прям целая история была. Да. Ходила сейчас с Жосиком гулять. Пошел дождик. Да-да-да-да-да-да. Вот кто бы радовался так дождик. Вот. Всегда понимаешь, что когда чего-то ты лишен, это потом самое желанное. Ездили в Баухаус с Аней и с Русланом. Ну, что, поехали. Просто поехали. Просто поехали. Аня там хотела горшки для цветов купить. А я увязалась за компанию. Конечно, никогда не могу пройти мимо, чтобы не купить там цветок какой-нибудь. Вы видели там большой ассортимент и большой выбор. Опять купила маранту. Ой, не знаю. Там у меня погибло. Я ее и так, и сяк, реанимировала. Короче, ничего не получилось. Купила вот новую. Нового жильца. Видите, какая упаковка красивая. Тут прям такие вестики живенькие нарисованные. Вот она. Сама вот такая вот красавица. Вот. Ну, Аня там горшки купила. Еще что-то там есть. По хозяйству надо было. А обратно ехали. И это, я говорю, давайте заедем в А-101, я водички куплю попить. Заехали. А там опять продаются эти шикарные емкости. А мне сегодня звонила Светлана Борисовна. Кто не знает, канал Светланины Посиделки. И говорит, я у тебя увидела эту бодейку. Вот. Мне, говорит, так понравилось, так понравилось. Я так хочу, так хочу. Позвонила своей подруге какой-то здесь, в Котне Алты. Она пошла в магазин, говорит, нету. Я говорю, ну, наверное, их просто завезли. Там ограниченное количество. Их нет. Зашла за водичкой, смотрю, они стоят. В общем, Светлана Борисовна, я вам купила. Так что приезжайте, скорее будете готовить в такой вот прекрасной лоханочке. Ну, что? Ну, что я вам, Светлана Борисовна, у меня уже благодарность шлёт. Ну, что? Сегодня, на сегодняшний день у нас всё. Все наши поездки и развлечения, всё закончилось. Приезжали Руслан с Аней. Руслан мне тут кое-что подчинил. У него прямо всё в руках. Говорит, давай что-нибудь сделай, давай. Я говорю, ну, вот у меня, как бы, ну, вот у меня всё в порядке. Он говорит, давай я тебе что-нибудь прикручу. Прикрутил, тут меня починил. Одну штучку, другую штучку. В общем, я говорю, ты так, говорю, повода не будет теперь ко мне приезжать, всё починил. Вот. Мы с Аней пельменчиков полепили, потом их поели. Ну, в общем, так, вы хорошо провели день. А завтра у нас намечаются путешествия небольшое. Конечно, вы будете с нами. А сейчас я с вами хочу попрощаться. Увидимся с вами уже в следующем видео. И всем пока-пока.